Приветствую вас. Ну все, хана. Назбанк говорит, что будет оббал гривны. Все рушится, все разваливается. Не-не, вы только не сомневайтесь. Это ж не мои слова. Есть такой человек, называется Дима Салугуб. Я немножко знаю. Ну, когда он не работал еще в НБУ, мы с ним пересекались на круглых столах. Это любимый мой Визави. Он очень любил рассказывать в 2010-м, 2011-м, 2012-м, потому что надо, чтобы девальвация была гривны, что это будет рост экономики. Когда я ему говорил, Дима, приведи пример. Хочу Дим, где девальвация дала рост. Он начинал мне рассказывать, что когда он учился в Оксфорде или Гарварде. Нет, он там не учился, конечно. Рассказывал такие, а потом, когда его спрашивают, какой же курс будет, 12 гривен будет. Я говорю, какой 12? 8 будет, 7,9 будет, 7,8, но не 12. То есть это такой был интересный Визави, с которым мы действительно до Майдана вели дискуссию. Сейчас понятно, он большой начальник. Но обращаю ваше внимание, он, будучи замглавой НБУ, заявляет, что блокада Донбасса может негативно повлиять на ситуацию. То есть, во-первых, он признает, что блокада Донбасса финансируется НБУ. Это действительно с подачи администрации президента, по-другому нельзя понять. Кто у нас раскачивает курсы? Ну, не народ же. Кто? Правильно, власть. Ну, соответственно. Но самое забавное, посмотрите, что он заявил. По словам Целугуба, поскольку металлопродукция является одной из составляющих украинского экспорта. Около 40% украинского экспорта. Чушь. Чушь. 40% аграрный. Когда-то было 40%, действительно. И когда у нас курс был брось. На сегодняшний момент, я вам несколько раз показывал, доля экспорта металлопродукции у нас составляет 24%. Аграрный 40%. Это еще раз говорит о том, что, понимаете, он замг, при этом был, он прогнозирует. Он даже таких азов не знает. Вот это и есть прогноз. Нет, действительно, вот эти разговоры, паника, проблемы, да, могут, однозначно, могут привести к тому, что курс взлетит. Но я уверен, что это сделано специально. Когда курс взлетит выше 40%, говорит, мы не виноваты, это блокада. Вот такая ситуация. Нет, молодец, девочка, молодец.